Чем старше мы становимся, тем нам сложнее ощутить то самое пресловутое новогоднее настроение. В погоне за какими-то делами, повседневной суетой, мы теряем ощущение приближающегося праздника. Лучший способ остановиться и почувствовать предновогодний настрой – это нарядить дома елку или украсить дом какой-нибудь новогодней композицией, созданной из натуральных материалов. Сегодня наша съемочная группа отправилась в гости к дизайнеру Зинаиде Бересневой. Давайте посмотрим репортаж Татьяны Мельниковой. Наряд для елки диктует мода. Ежегодный институт цвета понтон определяет оттенок наступающего года. Лейтмотивом 2022-го был фиолетовый под названием «Верри Перри», а следующий год определили как карминово-красный. Но дизайнер-флорист Зинаида Береснева считает, что при выборе украшения для елки стоит руководствоваться не модой, а собственным настроением. Я помню с детства, что мы всегда любили наряжать елку, и мы бежали там с игрушками, с этими, там мишуру какую-то. Но сейчас мишура это уже не актуально, там дождики, мишура. Сейчас уже как бы вот лентами украшают, да, вместо мишуры. Но все равно это украшение елки это праздник всегда. И не важно как вы ее украсите, старыми игрушками, новыми игрушками, шариками, там цветами. Но это должно быть красиво просто. Даже дизайнерскую новогоднюю елку можно оформить бюджетно. Например, вместо покупной ленты использовать обычные тюлевые занавески. Мы отрезали вот кусочек тюли, такая вот старенькая была тюль. Сейчас вот мы на проволочку ее так примотаем. А вообще можно использовать обыкновенные прищепки. И вот так ее сейчас приделаем к елочке. То есть ее можно прямо сажать на прищепки? Да, можно просто даже проволоку не ходить, не покупать в строительный магазин. Просто взять обыкновенные прищепки и прищепками прицепить. И получится вот такая лента замечательная. Еще один вариант новогоднего оформления интерьера – праздничная композиция. Это может быть не только традиционный новогодний венок, но и красиво оформленная еловая ветвь или необычный подсвечник. Кто же флористическую губку или… Как называется еще раз? Нобелес. Нобелес. Да, скандинавская ель. Где их можно взять? То есть простому человеку, если он заинтересовался, захотел повторить эту композицию, например, или сделать что-то свое? Флористическую губку можно в любом цветочном магазине приобрести. Она есть всегда в наличии. Можно ее купить. Нобелес или елочку. За елочкой можно в лес ходить, пару веточек. Я думаю, что нас за это никто не осудит. Или можно на елочном базаре купить. При составлении композиции можно дать простор собственной фантазии. Строгих требований нет. Это занятие не только отвлекает от забот, но и позволяет почувствовать приближение праздника. Татьяна Мельникова, Сергей Кошакин. Программа «Утро». А мы спросили у жителей нашего городского округа, планируют ли они наряжать елку и почему им дорога эта традиция. Давайте посмотрим опрос, который мы сняли на улицах города. Елку вы уже нарядили? А чем обычно наряжаете? Игрушками, которые от бабушек и дедушек остались? Такой тоже есть. У нас традиция. Мы покупаем каждый год одну-две новых игрушечки и добавляем к тем, которые есть. И есть старые игрушки. Ну, такие советские. Ну, их несколько, но я их берегу. А елку сейчас наряжаете все-таки больше для детей или для себя? Новогоднее настроение? Да. Ну, и для настроения, для ребенка, и для себя. Это же, да, это настроение, это впечатление, ощущение. Но хочется праздника. Нет, нет. Я уезжаю к внуку в Москву. Там елка будет. Будем наряжать. Елку уже нарядили дома? Нет еще. А планируете? Да, конечно. Чем вы обычно наряжаете? Как бы старые игрушки, новые? Ну, в основном, у нас в прошлом году покупали. Вот поэтому, как бы, так особо новые в этом году не планировали покупать. Но так, если что-то понравится, то, конечно, купим. А так, все есть чем наряжать. А новогоднее настроение вот создаете именно для себя или для детей уже, в первую очередь? Ну, наверное, уже для детей. Да. Ну, и для себя, конечно, как бы, такой праздник волшебный все-таки. Поэтому, как бы, еще есть такое вот ощущение, даже у меня, внутреннее волшебство, поэтому, как бы, для всех. Нарядили. Уже? Уже нарядили. И оливье поели. А чем обычно наряжаете? Вот старыми игрушками, которые от бабушек и дедушек остались? И старые, новые мы обновляем. Постоянно. Здесь столько всего, да, интересненького. А наряжаете обычно вот для себя или все-таки для детей, в первую очередь? Для себя и детей. Для всех. Вы елку уже нарядили к Новому году? Еще нет. Но очень хочется. А сейчас вот вы наряжаете обычно какими игрушками, там, старыми, которые от родителей, от бабушек и дедушек? Ну, да, я очень люблю такие игрушки. Ну, у нас и новые есть, и старые, да. Ну, и самодельные тоже. О, здорово. А сейчас елку ставить вот больше для себя или для детей? Мне кажется, для всех. Я вот взрослая, а тоже хочется елку. Нет, еще не поставил. Планируете? Обязательно. А игрушки какие обычно выбираете? Старые, вот, которые от бабушек и дедушек или новые? Ну, их, конечно, остается все меньше и меньше от бабушек, да. Но они все равно остаются нашей ценностью, нашей семье, потому что это воспоминания моего детства, когда с бабушкой вместе, с родителями около камина, около печи. Вот. Но современные, конечно, все больше и больше появляются на нашей елке. Так. И последний вопрос все-таки. Вот почему наряжаете елку? Ради чего? Ну, это символ Нового года. Ель, это запах ели, мандарина. Вот. Это, опять же, воспоминания нашего детства. Это что-то доброе, веселое, без которого никак нельзя встретить наш Новый год. А у нас сегодня утром в гостях аромастилист Евгения Рязанова. Евгения, доброе утро. Доброе утро. Аромастилист – это вообще про что? Аромастилист – это профессия, которая на слуху совсем недавно, поэтому многим очень вновь, ново воспринимать такую профессию. Откуда ты родилась? Очень стало популярно обращаться к стилистам, чтобы подобрать себе образ. Аромастилист и аромастилисты призваны, чтобы подобрать человеку под его образ внешний парфюм, чтобы он воспринимался людьми правильно. Это основная задача аромастилиста. Характеризует ли человека парфюм, который он носит? Если человек его выбрал неосознанно, то есть пошел в магазин, понюхал, ему понравился, и он его себе приобрел и продолжает носить, то, скорее всего, он его будет характеризовать. То есть сладкие ароматы выбирают люди, которые хотят нравиться, выбирают девушки, которые хотят привлечь молодого человека. Например, люди, которые менее склонны к общению, они выбирают более пряные, восточные ароматы, которые создают ощущение тепла, потому что им хочется меньше общаться, и аромат как бы говорит за них. Люди очень энергичные, они подсознательно выбирают цитрусовые ароматы. Это все, что связано с лимоном, с апельсином, то есть активные такие ароматы. Но когда уже человек либо обращается к специалисту, он понимает, что не обязательно у него должен быть один аромат. То есть ароматов может быть несколько под разные ситуации в жизни. То есть не всегда я хочу быть бодрой, иногда я хочу вечером отдохнуть, и это может быть разные совершенно ароматы. Точно так же и ароматы в какой-то момент начинают характеризовать человека, если он добился определенного статуса. То есть более сложные композиции, которые будут даже, возможно, неприятны большинству людей, но человек уже достиг определенного уровня дохода, достиг определенного статуса, для него даже интересно выбрать парфюм, который бросает вызов, который может быть не нравится людям, но вот он уже хочет немножко эпатировать. То есть говорит, что да, мой парфюм, может быть, не все его понимают, но я выбираю именно такой. Как правило, это нишевые дорогие ароматы. Евгения, правильно я понимаю, что выбирая парфюм под какую-то конкретную ситуацию, под конкретный образ, под конкретный выход, под конкретную беседу, это хороший тон, это правильно, это с точки зрения психологии располагает собеседник, располагает визави, создает правильный образ, именно тот, который я хочу создать. А выбирая парфюм по наитию, это все-таки какой-то плохой тон. Ну, здесь даже не столько мы говорим о плохом тоне, сколько о том, насколько вы хотите быть успешны в достижении своих целей. То есть, если, например, девушка идет вечером на свидание и одевает, ну, возможно, очень рабочий аромат, то ее будут воспринимать не как партнершу какую-то, не как интересную девушку. То есть ее будут воспринимать по-рабочему, с девушкой, с которой можно поговорить о делах. Точно так же, наоборот, когда человек одевает слишком вечерний, слишком манящий аромат в офис, то коллеги и начальство не будет его воспринимать как серьезного сотрудника. Я не могу сказать, что это плохой тон, но просто человек может тормозить по карьерной лестнице, потому что, вот элементарно, он не соответствует, вызывая у окружающих это отношение какой-то более легкости, может быть, сексуальности, но не воспринимает его как коллегу, как достойного человека, как достойного специалиста. И он тормозит в продвижении по карьерной лестнице. То есть ароматы как могут помогать, так могут и мешать. Поэтому однозначно стоит в этом хотя бы немного разбираться, чтобы не оказаться в ситуации, когда аромат, вы подготовились, предположим, к встрече, вы знаете вопрос, вы знаете собеседника, но аромат просто оттолкнул от вас человека. То есть я даже рекомендую своим клиентам, когда очень важная встреча предстоит, вообще не пользоваться парфюмом, потому что собеседнику может оказаться какая-то нотка в этом парфюме просто неприятной. И если это действительно встреча, от которой зависит ваша карьера, ваше, возможно, подписание договора, то лучше вообще воздержаться от парфюма, просто использовать гель для душа ароматный, который вам нравится, но не пахнуть лучше резко, чтобы человека не оттолкнуть этим. Приближаются новогодние праздники, гости, украшения офисов, open spaces, помещений. Как важен аромат? Ну просто вот по мне, новогодний аромат он ассоциируется с каким-то запахом апельсинов, с запахом ели как-то. Насколько важно сейчас создать какую-то аромат, атмосферу в помещении, чтобы приблизить вот это вот новогоднее ощущение, новогоднее настроение, ощущение праздника, какой-то легкости, веры в чудо. Однозначно ароматы добавляют веры в чудо и вот этого ощущения праздника, потому что уже когда с начала декабря в торговых центрах, например, начинают распылять вот эти ароматы мандаринов, ели, и входя в какой-то торговый центр, ты уже видишь вот эти новогодние декорации, этот запах, уже возникает ощущение, что праздник близко, вот это предвкушение уже возникает. Точно так же многие сейчас используют и ароматизацию своих квартир, своих домов, потому что это тоже помогает создать определенный настрой. То есть даже когда ты сейчас во всей этой новогодней суете очень устаешь, то аромат апельсина может тонизировать. То есть ты приходишь вечером домой, и тебе приятно, у тебя еще есть силы на семью, на какие-то домашние дела. И ты понимаешь, опять-таки вспоминаешь, что праздник скоро. Единственное, если ароматы хвой я бы рекомендовала все-таки чуть-чуть дозировать, потому что они очень стимулируют наш ум, наш мозг, то их лучше разбавлять с какими-то сладкими ароматами, апельсинами, ванилью, то ароматы цитрусовых, пожалуйста, руки развязаны, используйте, это однозначно поднимет настроение, это поднимет тонус, это поднимет работоспособность, что всем нам сейчас важно перед новым годом, потому что спеть нужно очень много. И многие этим пользуются, то есть покупают аромасвечи, саше, диффузоры, то есть как в домашних пространствах, так и в коммерческих пространствах это используют. И, конечно, создавая такую атмосферу праздника, уюта, людям, конечно, хочется в таких помещениях бывать чаще. Будь то дом, будь то офис, там тоже нужно, чтобы была комфортная атмосфера, будь то кафе, в которое вы пришли, если вас сразу встречает запах вкусно испеченной выпечки какой-то, либо апельсиновый, либо вкусный запах кофе, то согласитесь, вам сразу это место нравится больше. Евгения, спасибо за очень интересную беседу, спасибо, что нашли время и пришли. А у нас в гостях был аромастерист Евгения Рязанова.